Китайский лунный аппарат Чэнь-Эй-4 спустя более 110 часов полета наконец-то приблизился к Луне. Успешно выполнил торможение и вышел на окололунную орбиту с переселением ближайшей к Луне точки всего в 100 километров. Это впечатляет, поскольку выход на орбиту был осуществлен в точном соответствии с расчетами. Наземному центру управления пришлось лишь однажды за этот период скорректировать орбиту. По словам руководителей миссии, уже в ближайшее время аппарат приступит к тестам по ретрансляции телеметрии на Землю с использованием специального спутника. Он был выведен на галоорбиту в районе точки Лангранжа-Л2 системы Земля-Луна в мае текущего года. Спутник является ключом к успеху всей миссии. Чэнь-Эй-4 должен стать первым в истории аппаратом, севшим на обратную сторону Луны. Для успешной передачи информации ему необходим ретранслятор, который будет одновременно находиться как в зоне видимости самой станции, так и Земли. Сама миссия является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером Чэнь-Эй-3, в ходе которой в конце 2013 года на Луну был успешно доставлен луноход Юту, но потерявший подвижность через примерно 40 дней после высадки. Конечно, какое-то время он продолжал работу, стоя на месте, и даже успел передать несколько снимков. Однако позднее у Ровера стали появляться ошибки, и вскоре он был переведен в спящий режим для безопасного проведения им лунной ночи. Но разбудить Юту так и не получилось. Он продолжает пребывать в глубокой коме. Луноход проработал на Луне чуть больше месяца вместо запланированных трех. Он вышел из строя не потому, что его заказывали на Алиэкспресс, а потому что миссии такого рода невероятно сложны и порой непредсказуемы. Минуло несколько лет, и вот снова новая миссия. Что мы о ней знаем? Итак, посадочная платформа Чэнь-Эй-4 должна сесть в южной части 186-километрового кратера под названием Карман. Он расположен на территории бассейна Южный полюс Эйткин, крупнейшей подтвержденной ударной формации на Луне. Специалисты надеются найти в этом регионе материалы, выбитые из верхних слоев лунной мантии, что должно пролить свет на ее геологическую историю. Также посадочный аппарат высадит на лунную поверхность 140-килограммовый луноход размером метр на метр, созданный на базе запасного ровера миссии Чэнь-Эй-3. Он оснащен камерой, спектрометром, георадаром и прибором для изучения солнечного ветра. Также планируется проведение любопытного эксперимента с выращиванием, нет-нет, не китайцев, а семян картофеля и личинок шелкопряда в герметичном контейнере. Предположительно, посадка планируется в первых числах января, сразу после того, как над кратером Карман взойдет солнце. Надеемся, у них все получится и с приземлением аппарата и с луноходом. Мы будем следить за происходящим и обязательно держать вас в курсе последних космических событий в группе ВК и на канале Телеграм. Ссылки в описании. Удивительно, что никто до этого не высаживался на дальнюю сторону Луны. Нет, не потому, что там база десептиконов, а главным образом из-за сложностей со связью. Но научный выигрыш от этого огромен. Дело в том, что там блокируются радиопомехи с Земли, так что обзор радиовселенной не имеет себе равных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok